Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Анны Литвинова. И вот о чем вы узнаете сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лыжный сезон открыт. В Заречном прошли чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. Здесь будет эстафета. Здесь надо бежать не только за себя, но за всю команду. Ну и, конечно же, хотелось победить. Ну и радоваться всей командой. Подробнее об этих и других событиях. С 1 января 2017 года график движения зареченских автобусов изменится. Нововведения затронут все направления. Междугородние, городские и маршруты, по которым ездят на работу сотрудники производственного объединения «Старт». Муниципальное предприятие «Автотранс» совместно с администрацией Заречного и специалистами Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области провело мониторинг пассажиропотока. По итогам исследования были определены пиковые часы, когда нагрузка на общественный транспорт особенно велика. В это время автобусы будут ходить чаще, чтобы успеть перевезти всех желающих. Все изменения проходят не для того, чтобы сократить рейсы или маршруты, а для того, чтобы у жителей города было четкое понимание. Вышел к этому времени, автобус подъехал четко в это время. То есть, это наша задача и цель в следующем году. Изменения в расписании затронут маршруты номер 1, 4, 101 и 102. На заводских маршрутах будет пересмотрено движение в обеденное время. Подробнее обо всех нововведениях мы будем рассказывать в выпусках новостей Заречного. И в программе «Вопросы есть». Схемы расписания и маршруты движения автобусов размещены на официальном сайте муниципального предприятия «Автотранс». Установлены причины двух крупных пожаров, произошедших в Заречном 15 декабря. Напомню, в одном из них почти полностью сгорела часовня в больничном городке. Во втором выгорело здание, где находился цех по производству мебели. По информации Госпожнадзора, причиной возгорания в обоих случаях стало короткое замыкание в электропроводке. В новогодние каникулы в Заречном пройдет масса праздничных мероприятий. Готовность к ним обсудили на организационном совещании в городской администрации. За интересный и безопасный зимний отдых отвечают практически все муниципальные предприятия. Руководителям учреждений было рекомендовано подготовить праздничное оформление зданий и сооружений. Большой фронт работы предстоит работникам культуры и образования. Практически во всех учреждениях этой сферы пройдут новогодние елки и праздники. Кроме того, в дни зимних каникул в городе будут организованы дни здоровья, массовые катания на коньках и народные гуляния, а также масса спортивных мероприятий. Все службы, которые готовились, все подготовили, все ждут Деда Мороза. По организации, по освещению все проговорено, то есть все нюансы учтены. Поэтому мы с удовольствием ждем чудо Деда Мороза, Нового года, хорошего настроения. И я надеюсь, что всем жителям этот Новый год запомнится. Откроет череду праздничных событий традиционный праздник зажжения новогодних огней на елках. 20 декабря около 16 часов через центральную проходную в город заедет Дед Мороз. Встретить главного зимнего волшебника смогут все желающие жители города. Дед Мороз со своей свитой проедет по всем семи точкам, где в городе установлены зеленые новогодние красавицы. В 16.00 огни зажгутся на елке возле Дома культуры дружба. В 16.20 напротив универмага. Затем в 16.40 в 18 микрорайоне, в 17 часов на площадке Фока лесной, в 17.20 на улице Восточной, в 17.40 у Дворца культуры современник. Завершится праздник зажжения новогодних огней в 6 часов вечера в Центральном парке культуры и отдыха Заречья. Помимо хороводов и песен у елки, здесь будут подведены итоги городского конкурса «Снегурочек». 20 декабря, начиная с 16.00, в каждом районе нашего города зажгутся новогодние огни на наших красавицах, на новогодних елках. Зажигать будет Дед Мороз, который приедет на красивых конях. Сопровождать его будут герои и знамя полюбившихся сказок. Возможно, это будут герои, которых мы еще не знаем. Возможно, где-то будет огненный петух 2017 года. Каждая елка будет отличаться друг от друга сюжетом, событием. Поэтому каждому найдется по душе праздник. Вниманию автовладельцев! 20 декабря в связи с проведением городского праздника зажжения новогодних огней будет временно ограничено движение транспорта и запрещена парковка автомобилей с 14 до 18 часов на стоянке рядом с магазином «Магнит» на улице строителей и на стоянке рядом с магазином «Пятерочка» в 18 микрорайоне. Во дворце культуры «Современник» прошел детский шоу-конкурс «Снегурки на кружева». За звание внучки Деда Мороза боролись 15 юных конкурсанток – воспитанниц детских садов и творческих объединений Заречного. Маленькие участницы удивляли жюри нарядами, поражали своими талантами и умениями. Кто же стал мисс «Снегурочкой» – узнаем из репортажа Ксении Тризны. «Снегурки на кружева» Название внучки Деда Мороза претендует 15 воспитанниц детских садов и творческих коллективов Заречного. Каждая девочка должна доказать свое право быть «Снегурочкой». В первую очередь, внучке зимнего волшебника следует знать свои праздничные обязанности. Она танцует, поет. Деду Морозу помогает, наверное? Да. А как помогает? Она помогает ему рождавать подарки. Каждой уважающей себя «Снегурочке» полагается красивый зимний наряд. Набор предметов одежды стандартный. Шапка, платье, накидки. А какого цвета? Голубого, можно белого. Ко всему этому можно добавить оригинальные аксессуары и украшения. Здесь фантазию маленьких волшебниц и их родителей никто не ограничивал. Свои наряды девочки демонстрировали во время дефиле. Но одной красоты мало. Снегурочка должна многое знать и уметь. Стихи рассказывать. А какие стихи? По Деду Морозу. А как долго ты это стихотворение учил? Я не знаю. Но оно сложное? Ну да. Я пою, а еще есть там игру рассказываю со стихом сначала. А что это за игра? Ну, с закатками. Все конкурсантки были так милы и очаровательны, что членам жюри пришлось потрудиться, чтобы определить победительницу. Ей стала Эвелина Елена из 17-го детского сада. Но остальные участницы тоже успешно справились с экзаменом на звание внучки Деда Мороза и получили призы и подарки в различных номинациях. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Подведены итоги городского конкурса отцов. В борьбе за звание лучшего папы участники прошли несколько этапов. Семейный квест, игры со зрителями, круглый стол и творческий конкурс. За каждый из них конкурсанты получали баллы. Кто набрал максимальное количество очков и стал, по мнению жюри, лучшим папой, знает Елена Степкина. 11 зареченцев в течение года боролись за звание лучшего папы. Городской конкурс отцов в третий раз проводили сотрудники Дома культуры «Дружба». Он включал четыре этапа – игру со зрителями, семейный квест, круглый стол и творческий конкурс. Все участники просто замечательные. На самом деле, когда с ними работаешь, работаешь с их семьями, с воспитателями, с учителями, вот на самом деле чувствуешь гордость за наши семьи, за Реченские. И искренне радуешься за тех жен, у кого такие мужья, за тех детей, у кого такие замечательные папы. То есть на самом деле папы все – молодцы, настоящие герои. Они целый год трудились вместе с своими семьями, потому что на самом деле настоящие герои. О пройденном пути участники вспоминали на церемонии подведения итогов конкурса. Делились своими впечатлениями о самых ярких моментах. О том, что каждый участник был достоин звания лучшей папы, говорили баллы, набранные ими во время конкурса. Порой дипломантов отделяли всего несколько очков. На разных этапах состязания оценивались скорость и правильность выполнения заданий, артистизм, работа группы поддержки, раскрытие темы. В итоге наибольшее количество баллов завоевал Алексей Трушнин. Поучаствовать в конкурсе отцов Алексею Трушнину предложили в детском саду, который посещают его малыши – сын Иван и дочка Маргарита. Он сразу же согласился преодолеть это новое для его семьи испытание. Конкурс не только позволил проявить свои таланты, но и многому научил. Научились мы, я думаю, не только я, и многие остальные папы, особенно когда проходил этап круглого стола, беседа среди пап. У кого-то один ребенок, у кого-то уже четверо детей. То есть каждый делился своими какими-то советами. Ну и, конечно, брали что-то в свою копилочку. Победить в конкурсе, признается лучший папа, хотелось, но познакомившись с участниками, Алексей решил, что это будет непросто. Все конкурсанты были по-своему интересны. Зато его семья ни на минуту не сомневалась в том, что именно их папа станет победителем. Наш папа очень сильно, много трудился для нас. Я думаю, он самый лучший пап на огромной плане. А я думаю, что папа у нас каждый день будет, когда будет час, он будет всегда побеждать. Лучшему папе организаторы вручили диплом и подарки. Призами отметили и всех конкурсантов. Свои подарки участникам подготовили и творческие коллективы. День за днем, за птицей удачи не идешь, ты заберем на мечтой. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». С победителем конкурса «Лучшее призвание быть папой» Алексеем Трушниным мы встретимся в нашей студии после рекламы. А пока перейдем к новостям спорта. В «Заречном» прошли чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. Эти старты стали одновременно закрытием прошлого и открытием нового сезона. В соревнованиях приняли участие спортсмены-любители разных возрастов. Бежали эстафету в командах по 4 человека. Каждому спортсмену предстояло как можно быстрее преодолеть дистанцию длиной 1,5 км. Подробнее Станислав Корякин. Официальное открытие сезона лыжного спорта 2016-2017 состоялось. 18 декабря на лыжной трассе прошли чемпионат и первенство «Заречного» по лыжным гонкам. Но эти старты стали не только первыми в новом сезоне, но и завершающими в прошлом. Эти соревнования запланированы были на март этого года, но в связи с тем, что снег нас, так будем говорить, рано покинул, оставил, поэтому нам не удалось провести это весной. Поэтому мы эти соревнования перенесли на декабрь этого года. После субботних 25-градусных морозов природа благоволила лыжникам. Легкий снежок и минус 5 в день проведения соревнований – как подарок любителям зимних видов спорта. Пришел посмотреть первые соревнования в этом году. У меня бегут два моих сына в одной группе и в другой в старшей. Поэтому пришел посмотреть и поболеть за них. Если даст при счастье, то приму участие с удовольствием в этих соревнованиях. Чемпионаты первенства города по лыжным гонкам проходили в виде эстафеты. Команды состояли из двух женщин и двух мужчин. Каждому предстояло пробежать по полтора километра. Мы бежим командами из школ. У нас два человека ходят в секцию с командой, в команду четыре человека, а два человека из школы. Но они как самые лучшие спортсмены. Здесь надо бежать не только за себя, но за всю команду. Ну и, конечно же, хотелось победить, ну и радоваться всей командой. Команды были сформированы по возрастному принципу. В эстафете участвовали школьники, студенты, предприниматели, пенсионеры. Я начал здесь заниматься где-то 4-5 лет назад на лыжах. Посмотрел, как старики ходят, ну и я включился. До этого и суставы болели и прочее, а сейчас как бы их не чувствую, эти болезни. Результат не важен. В нашем возрасте уже результат как бы на втором месте. Главное – здоровье. И все же результаты были подведены. После всех забегов выявились победители и призеры соревнований. Первое место среди взрослых спортсменов-любителей заняла сборная предпринимателей. Сильнейшей студенческой командой стала сборная Пензенского госуниверситета. Учащиеся 226-й школы победили сразу в двух возрастных категориях – 99-го, 2000-го и 2001-го, 2002-го годов рождения. Среди самых юных лыжников сильнейшими стали воспитанники детской юношеской спортивной школы Заречного. Станислав Корякин, Сергей Путинцев, Теградио, компания «Заречный». Зареченский боксер Илья Бызов завоевал звание мастера спорта России. В этом ему помогло успешное выступление на четвертых всероссийских соревнованиях класса А под девизом «Бокс и здоровый образ жизни за мир и дружбу между народами», которые прошли в поселке Безинчук Самарской области. Илья не единственный мастер спорта в этом году. Кто еще добился этого почетного звания и как это было, расскажет Ксения Тризна. В Зареченской школе бокса на двух мастеров спорта России стало больше. Дмитрий Спивак и Илья Бызов в последние месяцы уходящего года выполнили поставленные задачи. Дмитрий Спивак почетное звание завоевал в ноябре на всероссийском турнире класса А на призы Василия Шишова в Самаре. Спортсмен провел три поединка и во всех одержал победу. К нему никаких претензий не было. Великолепно от боксера. Ну, что, как говорят, что хорошо, то хорошо. Показал всю красоту бокса, показал вот именно, как боксируют левши. Он у нас левша. Наверное, неудобнее. Левши все неудобные, как бы, соперники такие. Такой неудобный боец, так сказать. 16 декабря Дмитрий Спивак в очередной раз порадовал своих наставников. Победил на областном первенстве по боксу. На этих соревнованиях он провел два поединка. Первый парень такой был хороший. Прям мужичок такой. Нормально. Хорошо бы боксировали. Молодец. А второй, ну так, не удивил что-то. В первом раунде закончилось. Теперь Дмитрий ставит перед собой новую цель. За два года прийти к званию мастера спорта международного класса. Илья Бызов мастером спорта России стал в декабре, победив на соревнованиях класса А в поселке Безинчук. В этом сезоне спортсмен успел засветиться на многих турнирах. На Приорском федеральном округе он там два боя провел. Потом поехал на юность России. Там тоже два боя отбоксировал. И потом четыре боя провел на серьезном хорошем турнире после призы Хаматова в Татарстане. Звание мастера спорта России Илья пытался завоевать уже во второй раз. На турнире в Безинчуке спортсмен провел три боя. В каждом поединке он применял определенную тактику. Постоянное давление на соперника, то есть работа первым номером. И постоянно подавливать его, сбивать дыхание, отрабатывать больше ударов сопернику. Такая манера ведения боя принесла плоды. Все три поединка Илья выиграл досрочно. Зареченская школа бокса заканчивает год с отличными результатами. В 2017 году боксеры намерены снова радовать жителей города победами и достижениями. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Традиционное первенство по борьбе на призы Деда Мороза вновь объединило всех воспитанников школы «Самба Русь» в Большом зале Дворца спорта. Зареченские самбисты собрались с дружной семьей у новогодней елки, чтобы поздравить друг друга с наступающим праздником. На спортивно-новогоднем представлении побывала и наша съемочная группа. Завершили 2016 год праздником. В преддверии Нового года воспитанники школы «Самба Русь» собрались все вместе – дети, родители и тренеры. В Большом зале Дворца спорта для спортсменов установили елку, положили ковер и устроили развлекательную программу. Тортует Новый год в нашем городе. Вот так получилось, что первое новогоднее мероприятие в дружной семье самбистов открывает череду новогодних праздников города. Я желаю всем прежде всего здоровья. Я желаю вам, ребята, побед на ковре. Вам, уважаемые родители, и вообще всем жителям радости, чудо, новогоднюю ночь и хорошего, благополучного года, праздника. В праздники участвовали все спортсмены. Здесь были и те, кто только начал изучать приемы самбо, и ребята, которые уже достигли определенных успехов в этом виде спорта. Что вот здесь вот ими примечательно, чтобы каждый ребенок у нас участвовал в празднике непосредственно. Мы сегодня делаем праздник, и каждая группа подготовила визитку, и каждый ребенок, он как бы чувствует себя нужным, то есть он участие непосредственно принимает, делает визитку, и родители тоже смотрят. На праздничном мероприятии никто не остался без внимания. Каждый получил возможность показать то, чему уже научился. Начинающие спортсмены еще и демонстрировали новогодние костюмы. Нам очень интересно сегодня, нам много. А что сегодня было такое интересное? Подарки, костюмы, карнавал одевались. Отмечать Новый год вместе – это добрая традиция школы «Самбо-Русь». Они еще раз показали, что родители, тренеры и дети – это одна большая семья. А самый любимый волшебный праздник – еще один повод провести время весело и с пользой. В празднике участвуем каждый год, это уже традиции. Взрослые тоже хотят верить в чудо и верят в чудо. И оно обязательно совершится в следующем году, все будет хорошо. Занимаюсь уже 4 года, нравится. На соревнованиях много ездим, занимаем места. Братские всякие делаем на соревнованиях, выигрываем уже много. Всем спортсменам главные герои новогоднего праздника вручили сладкие подарки. А победителям турнира на призы Деда Мороза, который состоялся в середине декабря, еще медали и дипломы. Церемония награждения прошла сразу после новогоднего представления. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». На ледовой площадке спортивно-культурного комплекса «Союз» прошел очередной матч в рамках отборочного этапа Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги. За путевку в финал, который пройдет в Сочи весной следующего года, боролись команды «Спортзона» и «Союз». Счет в матче открыл нападающий «Спортзоны» Юрий Ильвачев. На восьмой минуте игры он распечатал ворота голки «Персоюза». На этом голы в первые 20-ти минутки закончились. Во втором периоде команды много атаковали, но ни «Спортзоне», ни «Союзу» не удалось забить ни одной шайбы. Исход матча решился в третьем периоде. На 49-й минуте игры Павел Морозов сумел обыграть вратаря «Союза» и забить победный гол. Итог матча 2-0 в пользу «Спортзоны». В Ледовом дворце прошли также игры чемпионата городской любительской хоккейной лиги. Заводская команда «Старт» в ничью 2-2 сыграла со сборной пожарных «Пламя». Сборная научно-производственного предприятия «Сенсор» разгромила команду ветеранов силовых структур «Динамо» со счетом 10-2. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой встретимся с Алексеем Трушниным, который стал победителем конкурса «Лучшее призвание быть папой». Не переключайтесь. В Новый год с подарками от Прайма. В декабре в магазине электроники и бытовой техники Прайм новогодняя распродажа. Получите скидку до 15% при покупке нескольких товаров и 5% в подарок. Подробности об условиях акции уточняйте у продавцов-консультантов или на сайте www.primedefispenza.ru Магазин Прайм. Торговый центр «Дубрава», второй этаж. Телефон 655-222. Бесплатная доставка для квартиры и беспроцентная рассрочка. В Новый год во всем новом. Принеси свою старую куртку, шубу или дубленку и получи внушительную скидку на новую «Лале Антилоп». В Новый год мы ждем чудо, но боль может испортить праздник. Артрит, артроз, остеохондроз. На помощь придет магнитное поле «Алмак-01». «Алмак-01» – полезный подарок. «Алмак-01» с максимальной скидкой. В аптеках «Фармтрейд», «Вита» и «Центральная». Еломет. Золотая нитка по переработке о яд на маяке. Аналогов в мире в это еще время нет. Зоркий контролер сварных швов появился на Атаммаше. Как на ЛС-2 укрепили защитную оболочку реактора. Смотрите в среду в 20.00. Купить или продать квартиру? Узнать подробности о компании-застройщике или найти подходящий вариант? Можно в одном месте. Зайди на Город Зет. Сотни предложений, вторичное жилье и квартиры в новостройках. Добавь свое объявление совершенно бесплатно. Решить квартирный вопрос просто. Просто зайди на Город Зет. Купить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как вы приняли решение поучаствовать в конкурсе? Может быть что-то подтолкнуло? В садик пришел, воспитательница предложила, говорит, не желаешь поучаствовать в конкурсе пап? Ну и как бы не отказался, вот отсюда и попал я на этот конкурс Не задумываясь ответили? Да нету А ребенку сколько лет? Ребенку 6 лет У меня двое детей, старшей дочери у меня 6, а младшему сыну 4 было Ну вот согласились вы на участие в конкурсе, как обстояли дела дальше? Как началась подготовка? Как-то оно все спонтанно получалось Воспитатели помогали В основном проявляли инициативу больше, наверное, даже они, чем я Ну какие-то наставления давали А остальное как-то все понакатано и понакатано И все хорошо вроде получалось Конкурс длился в течение года, правильно я понимаю? Да И включал несколько этапов Давайте поговорим о них Какие этапы были и что там нужно было делать? Первый этап это знакомство был Проходил в ДК дружба Ну как бы пап нас просто всех представили Познакомились с папами Ну и пару конкурсов прошло Таких, ну незначительных, скажем так Вот, конечно, за это тоже баллы назначались Ну и первый конкурс закончился как бы на этом Второй этап проходил в комплексе Союз Назывался конкурс Квест Семейный Квест Вот, там нас объединили командами Ну, несколько пап объединяли командами И выполняли разные задания Вот, очень понравилось Спасибо огромное организаторам за это Очень весело, семью сплочает И с папой мы более-менее так стали общаться там Вот А какие там были задания, если не секрет? Пример приведите нам, чтобы мы понимали Пример был, пример такие Боулинг Кто больше наберет очков Потом, кто больше подтянет Как гребля такая была Вот Всякие вопросы были Дети выполняли свои задания Там рисовали Очень интересно, очень понравилось Третий этап у нас проходил в ДК Дружба Это был круглый стол Папы делились между собой Какими-то своими методами воспитания детей Вот Много чего нового я узнал Потому что Некоторых папа один ребенок У некоторых уже четыре Вот И очень большой опыт Как бы перенимается Вот Четвертый конкурс у нас состоялся Опять-таки в ДК Дружба Это был творческий конкурс Все папы показали достойные номера Вот Мы показывали такое, скажем Народное творчество Вот Потому что и мама у нас Музыкант И папа музыкант В будущем В прошлом Вот Вообще Все прошло замечательно И огромное спасибо А дети как-то помогали? Участвовали тоже? Или поддерживали? Дети Всегда участвовали Всегда поддерживали Когда награждали меня Они просто были в восторге Вот То, что Их папа лучший Ну, мне кажется Для каждого ребенка Их папа лучший Скажите А Как вы вообще себя ощущали? Что чувствовали Когда вот эти все этапы проходили? Может быть Немножко помогло вам это отвлечься От какого-то быта Вот От обыденности Как вообще Вот вы относитесь к тому Что вы прошли? Ну От быта Это конечно Очень отвлекает Вот Но С другой стороны Это С детьми С семьей Больше времени проводишь Ну, не только Всю работу У нас Должно быть Ну вот Вы прошли уже этот путь Могли бы ли вы порекомендовать Отцам Поучаствовать в этом конкурсе? И как вы считаете Почему они должны это сделать? Или не стоит В этом участвовать? Нет, ну Я думаю Что Ну, не каждый Но Пройти можно Такой этап В своей жизни Скажем так Опять-таки Повторюсь То, что Сплочает семью Больше общаешься С другими Общаешься Очень много опыта Перенимаешь Добавляет ли Какой-то Дополнительной Ответственности Звание Лучшего папы? Добавляет Наверное В семье Теперь Вот Потому что Подтверждать надо Ну Этот конкурс Проводится не первый год Я думаю Не последний Вы планируете Еще в нем Участвовать Чтобы закрепить Так сказать Или Одного раза Будет достаточно? Я думаю Одного раза Будет достаточно Пускай другие Папы Поучаствуют И Попробуют Себя Своих силах Я еще раз Вас поздравляю Спасибо большое За рассказ Всего доброго Спасибо До свидания У меня на этом все Хороших вам новостей И до встречи На канале Заречный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok